Ну что ж, друзья мои, я хочу пригласить сюда на сцену следующего участника. Жюри готово? Поднимите руки, покажите, пожалуйста, жюри, покажите их мужественные лица, мужественные руки. Вы ничего там не делаете? Ну-ка, поднимите руки. Молодцы. Ну что ж, а я приглашаю на эту сцену уже известного в данном заведении джентльмена, участника театра, между прочим, Винокура, Андрея Балашова. Я прошу подбурные предложить аплодисменты. Привет, Андрей. Добрый вечер. Здорово. Руки у меня нет, поэтому даже не знаю, что тебе дать, можешь подержать меня за нос. Ничего страшного, Сергей. Спасибо, Андрей. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень рад, что участвую в этом конкурсе. Всем огромный привет. Первая песня, которую я хочу спеть для вас, друзья. Песня Владимира Семеновича Высоцкого. Исполняет ее, естественно, по образу видно Григорий Викторович Лепс. Песня «Парус». Сцена «Парус». Сашки, спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! А у дельфина срезано брюхо ментом Выстрела в спину Не ожидает никто на батарее Нету снарядов уже И надо быстрее На вираже Парус Парвали парус Каюсь 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 Даже в дозоре Можешь не встретить врага Это не горе Если болит нога Петли дверные И многим скрипят И многим поют Кто вы такие Вас здесь не ждут Но парус Парвали парус Каюсь 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 И многим летом Все Кто поет во сне Все части света И могут гореть в огне Все континенты И могут лежать на дне Только все это Только все это Не по мне Парус Парвали парус Каюсь 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 Парус Парвали парус Каюсь 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 Виктор и Цоя Который называется Группа Крови Ветер Земля тебе не плохо Поплое место На улице Ждут Отпечатков Наших ног Звездная пыль На сапогах Мягкое кресло Клечатый плед Ненажатый Во время Урок Солнечный день В ослепительных снах Группа Крови На рукаве Мой порядковый номер На рукаве Пожелай мне удачи в бою Пожелай мне Не остаться в этой траве Не остаться в этой траве Пожелай мне удачи Пожелай мне Удачи Всем удачи в этом конкурсе Есть чем платить Но я не хочу Победы любой ценой Я никому Я никому Не хочу Ставить ногу на грудь Я хотел бы Остаться с тобой Просто Остаться с тобой Но высокая В небе Группа Крови Пожелай мне Группа Крови Удачи, пожелай мне удачи. Спасибо. Спасибо. Андрей Балашов, друзья мои. Спасибо. Спускайся с небес, Андрей. Ты съел все аплодисменты на сегодня почти, нет? Есть еще аплодисменты. Есть, конечно, аплодисменты. Ты знаешь, что я смотрю в этот список? В общем-то, ничего. Давай посидим, послушаем жюри. Ну что ж, жюри. Ну что ж. Алексей Хватский. Мы тоже присядьте. Хорошо. Голос как бы супер, молодец, классно. Спасибо. Я думаю, все согласятся, да, что голос мощный, какого человека. Задача изначально была все-таки сделать такую некую пародию на лепсах. Есть? Правильно, отлично получилось, супер. А вообще нет проблем со связками, как вы это делаете? Честно говоря, сам удивляюсь тому, что происходит, потому что с 7 лет занимаюсь пародией как бы... На лепса. Ездил за ним в Сочи, искал, смотрел, снимал движение. Особенно, когда он поет песню «Я заблудился, выходом». Надо давать уроки по вокалу. Редкое качество, когда люди умеют так гроулингом петь высоко. Спасибо. А по поводу второй песни, я думаю, там надо поискать образ. Надо найти его поприкольнее. А так, все, спасибо большое. Ну, обычно Григорий Викторович делает там, вытирая сначала туфлю салфеткой, потом сразу рот, это у него нормально. А про вторую песню я говорю. А про вторую это Виктор Цой. Очень сложный образ. Сложный, сложный. И поэтому сделать вот так вот губы и вот так вот говоришь. Нет, самое интересное, да, то, что даже в фильме «Игла» Витя говорил вот так и всегда улыбался. Но пародия это все-таки больше, чем песня уже получается. У меня даже, если честно, есть небольшая пародия на Сергея Мудрова, но я не буду сейчас... Да жил! В недавней пародии меня сравнили с Жераром Депардье, знаешь. Так я же не хотел ничего, Сережа, я не хотел говорить. Похоже, похоже, классно. Спасибо. Спасибо, Андрей. Буду иметь в виду, когда открою свой театр, позову тебя туда. Буду очень благодарен. Спасибо. Друзья, я напомню, что это PeopleStar, Russian Internet Television. Сергей Немировский в миру. Добрый вечер. Добрый, добрый. Ну я сначала напрягся, а потом мне понравилось. Единственное, что в жанре пародии, да, работаете? Вот, ну, не приемлю, когда все-таки в очках поют в любом случае. Вот, а так, в принципе, все было отлично. Спасибо большое. А песню Цоя, то есть, мне больше понравилось, как лепс был. Спасибо. А вы приемлете, если вот так вот петь? Как посмотреть на огонь? Конечно, в очках. Привык человек, чтобы поднимать... Григорий Викторович еще не привык без очков петь. Он иногда их снимает, но все равно в очках. Нет, напоминает, знаешь, шутка была такая недавно совсем, что продавщицы ларьков, выходя с работы, иногда пугаются в виде людей целиком. Поэтому будем относить это к профессиональным проблемам. Но все-таки работа с публикой, это очень важно. Сергей Немировский, друзья мои. Спасибо. Человек, который работает с публикой. Ну что же, Владимир Глазович, я так понимаю, про очки, это вы между собой, между жюри, да, там как-то не можете решить? Но мы не исполняем, нет. Володь, дай ему очки. Как Витки в прошлый раз тоже. Да, Серый, теперь твоя очередь сидеть в очках. Подожди, Володь, ну, говори. Я хотел просто для всех, кто нас смотрит, и здесь, и в интернете, сказать, что мы, жюри такой номинальный, мы можем просто где-то что-то подсказать, как вот на наш взгляд кажется, что чего-то не хватает или чего-то много. А в общем, голосовать и обсуждать артистов, да, будут... Люди, да, в интернете, поэтому мы, в общем-то, не судим, мы просто так вот взгляд со стороны, скажем так, все по-доброму, так по-хорошему. Вот, знаю, да, что Андрей, он, в общем-то, давно, сколько себя, наверное, помнит, занимается пародией, поэтому, наверное, сложно ему какой-то свой, да, образ найти. Да и, в общем-то, если он уже в этой каше варится, ему и не нужно, наверное. Владимир, самое интересное, то, что, слава богу, разговаривали своим голосом. Да, да, да. А вот петь. Спасибо, Владимир. Здорово, все очень понравилось. Я вот... Образы отличные, все на месте, здорово. Спасибо, а еще... Так держать вперед. Да, спасибо. Спасибо. Я еще хочу напомнить нашим зрителям, что в нашем ресторане «Валдай» артисты, которые выступают на сцене, выходят вместе с жюри потом. Так что имейте в виду, у них нет ни барьера разделительного, ни милиционеров, которые бы их разделяли. Поэтому именно хорошие, добрые комментарии здесь – это норма. Ну что ж, Андрей Балашов, друзья мои. Спасибо. А я хочу пригласить на эту сцену Наталью Грузову. Друзья мои, она перекрестилась. Вперед! Встречайте! Наталья Грузова! Здравствуйте. Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед? В нашем доме потерялся замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет, он в ларнике и трубе. У других звонит будильник, не будильник, ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит срок, у него свои свободы начинается урок. На работе день проходит, возвращаясь с рубашка, слышу, во дворе выходит, он мелодию опять. Целый день пенсионеров развлекается толпа, спорят, что не переграет, вновь кларнет или труба. Те, кто музыку не любят очень зляться, ну и пусть, но зато мы эту песню разучили наизусть. Я все больше привыкаю, и поверьте мне, друзья, никогда не засыпаю, если не услышу я. Уап-пам, лам-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р, Ищу раз! Ва-пам! Лап-дап-ду-пам! Боюсь, падать низко будет. Хорошо. То есть по-прежнему на съемку надо сцену демонтировать. Ну, как-то. Попросим администрацию, так сказать, данного комплекса прислушаться к нашему мнению. А внизу скользко, кстати. Да ничего. Нормально? Я так это, с ноги на ногу. Скромненько. Ну что ж, песня номер два. Ветер с моря дул. Нагонял беду, нагонял беду. И сказал ты мне, и сказал ты мне, Больше не приду, больше не приду. Видно, нет судьба, видно, нет судьба. Видно, нет любви, видно, нет любви. Видно надо мной, видно надо мной. Посмеялся ты, посмеялся ты. Я тебя люблю, я тебя люблю, честно говорю, честно говорю. Видно, судьба, видно, нет любви. Видно, нет любви. Видно надо мной, видно надо мной. Посмеялся ты, посмеялся ты Видно не судьба, видно не судьба Видно нет любви, видно нет любви Видно надо мной, видно надо мной Посмеялся ты, посмеялся ты Видно, нет судьба, видно, нет судьба Видно, нет любви, видно, нет любви Видно надо мной, видно надо мной Посмеялся ты, посмеялся ты Видно, нет судьба, видно, нет судьба Видно, нет любви, видно, нет любви Видно надо мной, видно надо мной Посмеялся ты, посмеялся ты Видно, нет судьба, видно, нет судьба Видно, нет любви, видно, нет любви Видно надо мной, видно надо мной Посмеялся ты, посмеялся ты Видно, нет судьба, видно, нет судьба Видно, нет любви, видно, нет любви Видно надо мной, видно надо мной Посмеялся ты, посмеялся ты Видно, нет судьба, видно, нет судьба Видно, нет любви, видно, нет любви Видно надо мной, видно надо мной Посмеялся ты, посмеялся ты Видно не судьба, видно не судьба Видно нет любви, видно нет любви Видно надо мной, видно надо мной Посмеялся ты, посмеялся ты Спасибо. Было опять громко, вас музыка не оглушила там, нет? Оглушила вас музыка? Да. Я кричала, я не пела. Вот было, да, такое, вы это поняли, да, я хотел вам это сказать. По второй песне, вот вы поете, в принципе, форты, знаете, что такое форты, да? Что такое три форты, знаете? Че сразу обзываться-то? Ну, форты, когда пишут фе-фе-фе, три форты, когда очень громко человек поет, то есть, в принципе, можно все это делать в полноги тише делать и все. Такие не я виновата. Это Джель Самину. Просто в таком режиме вы посадите голос быстро, а так спасибо, хорошо было. А я могу еще одну песню спеть? Алексей Хватский, это будет уже... Низкую. Я понимаю, да, просто у нас все участники уравнены только двумя композициями. Зато низкая будет, зато не кричать. Сергей Немировский, пожалуйста. Спасибо большое, я отдохнул просто, вспомнил детство. Детство в каком смысле? В таком. Ты отдохнул так, что пришлось поменять памперсы? Скажи. Ну, в общем, было легко, приятно. Приятный тембр. Да, ну, было очень громко. Но минус был хороший, второй. Опять же вспомнил детство. Но громко. Тогда были хорошие минуса в нашем детстве. Тогда были хорошие минусы. А для тех, кто не знает, что такое минуса, это не минус в смысле человека, что у человека есть какие-то недостатки. Минус музыкальной индустрии. Минусом называют композицию, в которой отсутствует голос. То есть, аранжировка. Ну, будем говорить, аккомпанемент. Одна музыка. Одна музыка без голоса. Ну, что ж, скажет Сергей Немировский в финале. Я скажу большое спасибо. Молодец. Давайте поаплодируем этому замечательному, доброму человеку. Владимир Глазов. Так, Наташ, значит, себе записал хорошие песни, выбрал, во-первых, то, что ретро это всегда в цене, классика, она всегда в почете, да. Молодец, что такие песни, такой репертуар. Прекрасно. Мы тоже все отдохнули, да, вспомнили. По поводу, значит, вокала, там просто где ты для себя определил какие-нибудь высокие ноты или резкие берешь, ты просто микрофон дальше убирай. Тогда бы мне не было не слышно, потому что музыка очень громкая. Режиссер может не услышать тебя, да, вот, а тут сбоку мы слышим. Просто высокие ноты, сильные, мощные, ты микрофон дальше убирай. И еще момент такой, я вот заметил, что немножечко ты вот к концу второй песни немножечко уже подустала чуть-чуть как-то вот. Видимо, вот это вот громкий звук, да, да, да. Вот, а так, в общем, над дыханием вот поработать в том плане, чтобы у тебя прямо вот от и до, и чтобы ты еще там 25 песен могла спеть. Да я могу 6 часов. Вот, молодец. Да, все здорово. Спасибо жюри. Ну что ж, я напомню, что это была Наталья Грузова. Спасибо, Наташа, большое тебе. Спасибо вам. Мы увидимся в конце. Прошу вас. А я напомню нашим зрителям, что это PeopleStarTV, Russian Internet Television. Мы вечаем из города Подольска, это Московская область, Россия, и улица Мраморная, дом 2. Прекрасный, уютный ресторан, в котором мы и собираемся по воскресеньям для того, чтобы организовать такой дружеский конкурс исполнителей клубной музыки. Ну что ж, я напомню, что у нас в состав жюри Сергей Немировский, Алексей Хватский и Владимир Глазов. Поаплодируем им, пожалуйста, у них нелегкая работа. А я хочу пригласить на эту сцену следующую исполнительницу. Ольга Поглазова, друзья мои, тоже Подольск. Встречаем бурными положительными аплодисментами. Привет. 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 И ты не хочешь пройти на сцену? Давай я тебя провожу. Естественно, спасибо, Сережа. Вот. Ну что ж. Добрый вечер всем гостям замечательного заведения «Валдай». Добрый вечер всем зрителям интернета, естественно, которые смотрят сейчас прямой эфир. И я знаю, что их много, и они будут болеть за нас, за всех. Ну и, наверное, для вас. Добрый вечер всем зрителям интернета, «Валдай», 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 «Валдай». Мне интересно, что же будет дальше, когда живешь полжизни в небесах. Но в этом мире сто процентов больше, наверное, я из тех, кто побеждает страх. Не тяните меня за ноги на землю, камнями на крыльях не висите. Я согласна у птицы быть тенью, на земле вы меня не ищите. Не тяните меня за ноги на землю, камнями на крыльях не висите. Я согласна у птицы быть тенью, на земле вы меня не ищите. Забавно, что меня не замечают. Я молнией сверкаю в облаках, от страха даже чайки замолкают. А я лечу, лечу и забываю страх. И я пою, и я, как ветер вою. Да так, что звезды сахар на губах. Наверное, я чего-то в жизни стою. Ведь я одна из тех, кто побеждает страх. Не тяните меня за ноги на землю, камнями на крыльях не висите. Я согласна у птицы быть тенью, на земле вы меня не ищите. Не тяните меня за ноги на землю, камнями на крыльях не висите. Я согласна у птицы быть тенью, на земле вы меня не ищите. Я согласна у птицы быть тенью, камнями на крыльях не висите. Не тяните меня за ноги на землю, камнями на крыльях не висите. Я согласна у птицы быть тенью, на земле вы меня не ищите. Не тяните меня за ноги на землю, камнями на крыльях не висите. Я согласна у птицы быть тенью, на земле вы меня не ищите. Я согласна у птицы быть тенью, камнями на крыльях не висите. Я согласна у птицы быть тенью, камнями на крыльях не висите. Я согласна у птицы быть тенью, камнями на крыльях не висите. Ведь ты сейчас другой, и мы теперь друзья Не надо, не смотри, от глаз твоих я млею В твоих руках всегда была я королевой А я пойду, пойду, пойду налево, налево А я пойду, пойду, пойду направо, направо Я же королева, я имею право Я же королева, я имею право Не стоит усложнять о будущем, о прошлом Не буду думать я всегда лишь о хорошем Твои слова мне всю душу растрепали А помнишь, как тогда мы в небесах летали? А я пойду, пойду, пойду налево, налево А я пойду, пойду, пойду направо, направо Я же королева, я имею право Я же королева, я имею право Субтитры подогнал «Симон» Ну хватит, милый мой, всё попусту без дела Далее попал вина, ведь я же королева И выпьем за любовь, в которую играли Ведь в наших мечтах друг друга потеряли А я пойду, пойду, пойду налево, налево А я пойду, пойду, пойду направо, направо Я же королева, я имею право Я же королева, я имею право А я пойду, пойду, пойду налево, налево А я пойду, пойду, пойду направо Ты же королева, ты имеешь право Я же королева, я имею право Я же королева, я имею право Спасибо, первая оранжевка очень понравилась Саксофон классный Я думаю, что надо больше добавить сердца Голос хороший у вас Проникайте в песню Вы должны выйти за песню, эмоции Все здорово Но вторая песня веселая, мне кажется, ничего, супер Спасибо И старайтесь отдавать все-таки эмоции Надо отдавать То, что если вы будете их отдавать Потому что тот ресторан, где вы работаете К вам придет другий и скажет Нифига себе она поет А почему они так скажут? Потому что они услышат, что вы потрогали сердце зрителя Не бойтесь этого делать Не бойтесь показать свое сердце Спасибо Спасибо У меня такое впечатление, что чай добрый какой-то наливают Все добрее и добрее жюри Добрее и добрее Сергей Немировский Скажите, пожалуйста, вы в ресторане поете? Да Ну, у вас вокал хороший, ровный Единственное, я хотел эмоций Действительно, первая аранжировка тоже я отметил Как Алексей мне понравился Но вот эмоции я не получил, к сожалению Но эмоции где-то там перегорели чуть-чуть Ну, либо вы волновались Все переживают Вы, наверное, уже не волнуетесь? Вы же поете долго Сейчас уже не волнуюсь, да Ну, понятно И Ну, как вы спели в песне В конце вы победили страх В конце только победили Да я, в принципе, не боялась Знаете? Мы победили страх и спасли мир Да? Ну, короче, я хотел эмоций Мы были Не бойтесь контакта, короче Самое главное С кем? Со зрителями Фулл контакт То, что мы ждем от вас Слушай, Алексей Потрогать зрителя Контакт со зрителями Владимир Ваше мнение мне очень дорого Нет, мы не сговариваясь Вот так вот написали Все побольше эмоций То есть вокал-то на месте Исполнение на месте Сцена большая Можно куда хочешь двигаться Вправо-влево Вперед-назад То есть на месте Что Сергей скажет? Я скажу, что жюри добрые Вот, что я хочу сказать Так Волдай! Руки дай! Эй! Молодцы! Ну, что ж Пока добрые, Вя Плотники Аплодисменты бедники А еще сейчас Может быть жюри Попросим оценить публику В ресторане Волдай Уйдут ли они отсюда Сегодня Нет? Будем оценить Каково, кстати, жюри? Очень интересный вам вопрос Жюри, я хотел сказать Какова публика? Публика хорошая Но Мягкая, теплая Мягкая, теплая Добрая Но без эмоций Не бойтесь, да, ребят Давайте участвовать Все в этом процессе Это прикольно А то мы попросим Оператора Кудринского Крутить камеры Фулл контакт Певцу тоже тяжело Когда публика Не Да Когда нет контакта С публикой Тогда очень тяжело На сцене Спасибо Спасибо большое Это Ольга Поглазова Спасибо Олечка, спасибо тебе большое Я представляю сейчас Такого человечка Похожего на меня Только в плавках И без волос Совсем Лежащим на яхте И в свой мобильный телефон Компании Apple Смотрящий, например То, что происходит здесь И думающий А вокруг него валяются Блондинки всевозможные Тут какой-то придурок там жарит Какого-то карася И он такой смотрит на это все И думает Блин, ну почему я не там Почему меня вот так вот Судьба вот наказала Я здесь в море С этими людьми С непонятными На этой какой-то деревянной Шхуне лежу себе Не знаю что А как там весело Сейчас пришел бы Как заказал себе Что-нибудь выпить Сейчас бы посидел Похлопал Попел бы вместе с ними Русские инородные песни Совершенно верно Отличные эмоции Евгений Смирнов был Автор первого хлопка Я надеюсь В следующих передачах Он нас порадует Еще одним сюрпризом Но пока это сюрприз Не буду рассказывать никому Жюри Отлично Да А где же ваши аплодисменты Как вас зовут кстати Давайте познакомимся Это называется интерактив Я не знаю Хватит ли шланга Но я до вас дойду Как вас зовут Марина Марина Вы все время очень активный человек Я думаю что В конце сегодняшней передачи Подойдите Мы вам тоже нальем доброго чая Спасибо большое Спасибо Я понимаю что чай Это только начало Ну что ж Напомню что мы в городе Подольске Нет ли И жители этого города Удивительные жители Они очень любят свой город Они минимум 30 секунд Аплодируют Услышав слово Подольск Как я вам и говорил Как я вам и говорил Как я вам и говорил Ну что ж А мы следующую участницу Будем звать на сцену Да Отлично Будем ей подпевать Да Сейчас мы позовем Следующую Юлия Сентищева Друзья мои Сегодня в нашем Ресторане Валдай Я наклонился Специально для того Чтобы вы прошли на сцену И даже вас приглашу Прямо на эти Ступеньки к Парнасу Вот уж и правда Никогда не думал Что такое Ступеньки к Парнасу Среди музыкантов Кстати на всякий случай Парнасом Или Парнасом Называется то Что они заработали за вечер Обратите внимание Ступеньки к Парнасу Именно так они выглядят В ресторане Валдай Обратите внимание Это те ступеньки По которым нужно подняться Чтобы потом Заработать своих Кровных денег За искусство Спасибо Я удаляюсь Спасибо Добрый вечер Всем гостям Этого прекрасного фестиваля Я в первую очередь Хочу сказать спасибо За организацию Этого замечательного вечера Где мы все музыканты Можем встретиться Попеть И показать Конечно же Вам Можно начинать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И мне расскажи Как ты будешь жить Как ты будешь жить один Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 А теперь идти, счастье впереди, Но не у тебя наверняка. Не было печали, Покуда не расстались, Покуда не расстались мы с тобой. Не было печали, Пока не прокричали, Нам журавли над грешною землей. Ты мне расскажи, Как ты будешь жить, Как ты будешь жить один. Наталя-на-на-на-на... Весна расплескала зеленые листья Их разгулял и шмана И в голову лезут веселые мысли И сердце щекочет весна Подольцы загмелен от белых серей Их участков исчез Все девочки, помнишь, в тот вечер на теле Юпчончику и сбоку разрез На зимнюю бочку в разрез Чтоб проявился интерес И чтобы ахнула шпана На пыль опять пришла весна И чтобы белая серень Раскрылась в этот майский день На зимнюю бочку в разрез Чтоб проявился интерес И чтобы ахнула шпана На пыль опять пришла весна И чтобы белая сирень раскрылась в этот майский день Водольске весна Такую не сыщешь нигде И девочка-пай идет сама в гости Жигана навстречу судьбе Вся дверь захмелела от белых сирен И участковый исчез Все девочки, помнишь, тот вечер на дереве Юпчонки и сбоку в разрез Натемь-ка юпочку в разрез, чтоб появился интерес И чтобы ахнула шпана, на фелье опять пришла весна И чтобы белая сирень раскрылась в этот майский день Натемь-ка юпочку в разрез, чтоб появился интерес И чтобы ахнула шпана, на фелье опять пришла весна И чтобы белая сирень раскрылась в этот майский день Натемь-ка юпочку в разрез, чтоб появился интерес И чтобы ахнула шпана, на фелье опять пришла весна И чтобы белая сирень раскрылась в этот майский день Натемь-ка юпочку в разрез, чтоб появился интерес И чтобы ахнула шпана, на фелье опять пришла весна И чтобы белая сирень раскрылась в этот майский день И чтобы ахнула шпана, на фелье опять пришла весна И чтобы белая сирень раскрылась в этот майский день И чтобы ахнула шпана, на фелье опять пришла весна на сценочку. Ну что ж, жюри. Алексей Хватской. Спасибо за первую «Не было печали». Мне понравилось, но микрофон, я все время обращал внимание, что микрофон здесь. Я так думаю, он вам не мешает. Мне мешает смотреть на вас. Мое чисто. Но пожелание такое. Будьте адресно, более пойте. Более адресно. Кому вы поете. Ну спектакль. Это же первая песня. У Аллегры все песни такие спектакли. Вы не бойтесь делать спектакль тоже. Постараюсь. Пусть это все происходит внутри вас тоже. И не думайте об оценке. Вы должны открыться. Спасибо. Алексей Хватский. Ваши аплодисменты. Сергей Немировский. Далее. Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Вы рукой что-то махнули в начале звукорежиссера, звукооператора. Вот вам должно быть вообще все равно, извините за раздражение, пофигу, что происходит, потому что в принципе все ошибки даже должны работать на вас. Хорошо сказал. Хорошо. И эмоции, эмоции побольше хочется все-таки. То есть либо вы волнуетесь, либо... Опять возвращаемся к роботическим этюдам, да? Хочу эмоции. Понял. Вопросов не имею. Почтем будем исправлять. Сергей Немировский и Владимир Глазов. У меня, в общем, замечаний по исполнению нет. Единственное, что когда ты поешь, вот ты именно для зрителей должна это делать. На камеру поработать, как-то вот сделать, какими движениями. Особенно вторая песня, она такая, в общем-то, ритмичная и заводная, а ты как бы так статично немножечко стояла, да. То есть если юбочка в разрез, значит, показывай там... В разрез. В разрез, да. В разрез. Вот. То есть вот это вот мне не хватило общения, да, вот с людьми, кому ты поешь. Все хорошо, думаешь о том, как тебе правильно все это спеть, это все нормально. Но это все должно быть уже на подсознании, а работа с песней, работа со зрителем и работа с телезрителем это немножечко посвободнее просто. Прям ничего не бойся, у тебя все нормально, у тебя все есть для этого, как говорится. Не стесняйся, общайся с камерой, со зрителями в зале, а так все хорошо. И хотел предупредить, вернее, напомнить всем тем, кто нас смотрит и будет смотреть эфир уже в записи, голосуйте на сайте ресторанвалдай.ру за полюбившихся исполнителей. Они там будут выложены в разделе голосования, до 24 ноября будет проходить голосование за исполнителей. Все, спасибо. Спасибо, Владимир Глазов, Юлия Сентищева. Спасибо тебе, дорогая. Вот я тебе, Владимир, хотел бы вот сказать, ты говоришь, вот юбочка в разрез, надо показать юбочка в разрез. А у меня вот на прошлой передаче шнурок развязался. Никто не сказал, что развязался шнурок. Я так и ходил со шнурком, если бы ты пел бы про шнурок, тебе бы сказали обязательно. Вот я об этом говорю, дорогие наши телезрители, вы не представляете, как нам тяжело работать, как нам тяжело работать. Вот никто не может ничего сказать. Все приходится, за всем приходится. А как Гагарину тяжело было, он шел по дорожке. Он идет и думает, что шнурок у меня что-то развязался. Ну, как сказал Сергей Немировский, нужно все ошибки себе выправлять в плюс. Хорошая, кстати, фраза. Я думаю, это будет просто эпиграфом нашей передачи. Ну что ж, а я хочу пригласить на эту сцену следующую участницу, друзья мои, участница, которая сейчас выйдет, это уже московская гостья. Гостья из Москвы. Мария Орис, друзья мои, встречайте. Ну что ж, можно включать музыку, правда? Ой, ты сама забралась, да, без меня? Ну, потанцуем, друзья мои, ваши бурные продолжительные аплодисменты. Друзья мои, вы настроены танцевальный лад. Не слышу! Вы можете без проблем выходить сюда и... Поехали! Вы поможете мне делать именно вот так? А теперь быстрее! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Спасибо, друзья! Спасибо, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо! Мария Орис Прошу тебя, спускайтесь, присаживайтесь Пацанами, или ты постоишь, или посидим лучше Хорошая аранжировка Можно полежать, да Хорошая аранжировка Полежать это здорово вообще Предлагаю жюри Полежать Полежать Спасибо Ну что, кто будет говорить? Хорошая аранжировка Первое, хочу сказать, обеих песен Вам нужно ровнее вокал делать Не отрывать от груди Дикцию вперед Все-таки нужно заниматься Вот, собственно, все Данные хорошие Не отрывать от груди Особенно все зрители поняли, что ты имел в виду Что ты имел в виду, скажи Ну, могу показать, когда поешь Друг Одну надпоешь вот здесь, а другую вот здесь Вот это не должно уходить Короче, учи басы И вверху и внизу должно работать Будем, буду Ну что ж, Олег Глазов, Владимир Ну, я вот себе тоже написал, что Именно со звукоизвлечением поработать Песни классные, аранжировки великолепные Особенно вот вторая песня Ничего лишнего И я даже вот тут узнал, что она в кратчайшие сроки была сделана И, в общем-то, достойная такая работа Именно аранжировщика Вот А, значит, Марии надо Немножечко поточнее все Волнение в сторону Вверх, во-первых, когда берешь высокие ноты верхние Они проваливаются То есть их прям вот по напористей надо брать Это понятно, что они мягко там должны звучать Но тогда погромче просто извлекать звук А так, в общем, хорошо все Спасибо большое С эмоциями у тебя все в порядке Ты прекрасно За сценографию пять, да? Да, ведешь на сцене Все, мои пожелания Спасибо, Владимир Глазов Спасибо большое Да Сергей Немировский, Миру Добрый вечер Добрый вечер, Сергей Добрый А в ресторанах работали? В ресторанах Конечно Ну вот работа с микрофоном Нет, с микрофоном Только посуду мыли, Сергей Спасибо Я имею в виду про работу с микрофоном То есть гуляет, 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 гуляет То есть вот так, вот так, вот так слышно Я понимаю Мы привыкли к гибкому микрофону, Сергей А еще вопрос, кто песни писал? Конечно же, Мария Орис Ну отлично, значит, потенциально Потенциал огромный То есть это ваши авторские песни, да? Да, это мои авторские И, кстати, не последние песни То есть вы не только вчера, а еще и сегодня что-то написали, я так понял Каждый день Каждый день Отлично, 365 песен в год, друзья В Гнесинку Срочно в Гнесинку Срочно Тогда Спасибо Спасибо, Сергей Ну что ж, спасибо, это был Сергей в миру Немировский Спасибо, Мария Спасибо вам, приятного вечера Провожаем Подружные продолжительные аплодисменты Спасибо 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 Спасибо